Я как-то необычный, в смысле, что я никогда не кинулся на камбасе. Я никогда не был накоплен в моих 97-бро-файтах. И я как-то радостно. Джордж Шувалло! Да-да, вы не ослышались. За всю свою более чем 20-летнюю коньерну в профе, канадский супертяж Джордж Шувалло ни разу не был не то, что в нокаутах, но даже в нокдауне не был. Да что там? За без малого 100 проведенных боев его даже толком никто потрясти не смог. На канале есть биография супертяжа Мариона Уилсона, который за сон к одному поражению ни разу не был нокаутирован. Но и соперники у него были не самые топовые. Также на канале есть материал о Франсуа Ботте, который встретился с по сути дела всеми топами своего времени. Но всеми ими был нокаутирован. А Шувалло добился того, что встретился со всеми лучшими тяжами 60-70-х годов. То есть в золотое время этого веса. И никто даже не смог его потрясти, не то что нокаутировать. Так как меня смотрит много молодежи, то нашего героя можно сравнить с Джиггернаутом из людей Икс. Часто в моих материалах меня обвиняют, что я ему слишком много информации даю. Так вот здесь говорить много не придется. Все будет понятно по боям и без слов. Канадец дебютировал в Хро в 18 лет и первое поражение потерпел уже в седьмом поединке. Он никогда не был мастером защиты. Никогда не старался действовать умно или разнообразно. Он знал, что обладает каменной головой и сильным разовым ударом. Этим он и брал. Однако этот путь не был легким. Первый звездный соперник, двукатный экс-чемпион в тяжелом весе Флойд Паттерсон, встретился с Шувалу лишь через 10 лет после начала карьеры Джорджа. Шувалу не раз уже проигрывал менее мастеровитым бойцам. Так что такой мастер как Паттерсон, конечно, переиграл его по очкам. Но Флойд был безударен. Так что первый бой, который мы посмотрим, это поединок против Мохаммеда Али, который тогда был чемпионом. Это было еще до отстранения Али от боев. Так что он, безусловно, был на пике. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но величайший, несмотря на всю свою точность и серийность, и близко не смог потрясти Шувала. Так что довольствовался лишь победой по очкам в 15 раундах. Так же, как и Паттерсон. Полтора года спустя, Шувалу выпала очередь протестировать новую восходящую звезду Джо Фрейзера. Это был всего 17-й бой для Джо. Так что, возможно, он еще не вышел на пик. А с другой стороны, все мы знаем, что Фрейзер всю карьеру примерно был одинаков. Интересен другой факт. До боя с канадцем, Фрейзер не накрутировал лишь двух своих соперников. И никто не мог соперничать с ним в агрессии, желании идти вперед и подавлять соперника. Но это был Шувала, который не отступал ни на шаг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Голова Джорджа готова была выдержать все атаки грозного Фрейзера. Но подвела кожу на лице. Из-за рассечения бой был остановлен в четвертом раунде. Еще три года спустя настало время для Шувала понять, а так ли страшен Джордж Форман. С Форманом имели шансы подольше продержаться лишь боксеры с хорошей защитой и умеющие хорошо двигаться. Но где Шувала и где хорошая защита? Два Джорджа приняли открытый бой и Шувала не отступал ни на шаг. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok В решающей атаке в третьем раунде Форман засадил в своего соперника столько ударов, что, пожалуй, каждого из них хватило бы для нокаута любого соперника. Но наш герой стойко принял все. Неизвестно, что было бы дальше. Но рефери решил поберечь боксера и остановил бой. Шувала отреагировал на это решение рефери удивленным лицом. На лице Формана также читалось немалое удивление. Как можно столько пропустить и не упасть? Ну как? Ну и наконец, еще два года спустя, в 1972 году, Джорджа ждал второй бой с Али, который все еще был на бике и свои главные победы над Фрейзером и Форманом одержит еще в будущем. И снова Али ничего не смог сделать с неуступчивым канадцем и вновь довольствовался лишь победой по очкам. После поражения Али наш герой одержал еще семь досрочных побед и навсегда ушел из бокса в 41 год с послужным списком из 73 побед, из которых 64 досрочные, двух ничьих и 18 поражений, из которых формально две досрочные. Но вы помните, что это было рассечение в бою с Фрейзером и остановка боя с Форманом. А так никто не смог отправить Джорджа на Настилу ринга. И на этом нашу историю, казалось бы, можно было закончить. Вишувала уже никогда не получал ударов в голову на ринге. Однако его еще ждал удар судьбы посильней, чем лучший хук от Формана. Уже в 80-х и первой половине 90-х Джордж из-за наркотиков потерял трех своих сыновей. А его жена покончила жизнь самоубийством, не в силах выдержать это горе. Казалось бы, сломается и наш герой. Но он, как и в былые годы на ринге, после сильнейшего пропущенного удара, который мог нокрутировать кого угодно, лишь чуть замедлился, собрался, поднял голову и продолжил сражаться дальше, снова женившись и проведя свою жизнь в работе в мире бокса и выступая на различных мероприятиях против наркотиков. Ставь лайк, если понравился этот материал и делись им в соцсетях. Не забывайте подписываться на канал и включить оповещение, нажав на колокольчик, ведь впереди много эксклюзивных авторских материалов. Также подписывайтесь на странички блога в соцсетях. Там публикуется много материалов о ставках на бои, анонсы готовящихся материалов и многое другое. Все ссылки в описании под видео. А также реквизиты для желающих поддержать проект. Дмитрий Моисеев. Специально для BoxingBetsBlog. Продолжение следует...